Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, всех приветствую. Это первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Телерадиоканал «Страна.ФМ». Александра Хайрулина, программа «Лучшее в стране». Я очень рада и знаю, что вы тоже рады тому, что сегодня у нас в гостях Руслан Нигматолин. Прославленный российский футболист, профессиональный диджей и основатель футбольной академии «Школа вратарей». И это еще не все. Телеведущий. Можно и автор программ. В общем, можно еще продолжать и дальше, наверное, что-то перечислять, но лучше подробненько обо всем программе поговорим. Привет, Руслан. Добрый день, страна. Очень рада тебя видеть. Правда, спасибо тебе огромное за то, что ты пришел, потому что, ну, необычный ты очень человек. Молодой, может, очень известный и, правда, есть чем гордиться и тебе, и нам за тебя. Друзья, ну, во-первых, конечно, в преддверии чемпионата мира по футболу впервые пройдет в России. Я думаю, что тебе уже задают много вопросов, наверное, да, с прогнозами какими-то обращаются. А прогнозы ты делаешь у себя в соцсетях? Конечно. Периодически. А ставки, кстати, делаешь где-то в букмекерских конторах? Большое количество подписчиков, которые следят и ждут моих новых-новых прогнозов, удивлятся, что я никогда в жизни не сделал ни одной ставки. А кто-то, может быть, благодаря твоим прогнозам? Конечно. Так что, если монетизируют мои знания, то другие люди. Вот сейчас, я думаю, все побежали в соцсети, тем более, что во всех соцсетях практически, Руслан, представлен. Да. Ну, 8 лет. Ты уже занимаешься музыкой. Да, недавно отметил. Очень плотно. Да, как раз. И был еще в марте профессиональный твой праздник как раз. Да, в феврале я отмечаю свой дебют. Это было 8 лет. И 9 марта, сразу же после того, как мы всех девушек восстать с прошедшим праздником, мы отмечаем уже День диджей. Это всемирный, кстати. То есть праздник официальный. Не просто мы собрались с ребятами и придумали, давайте 9 марта отмечать. Да, там все серьезно, конечно, мировая история у этого праздника. Да, точно. Ну, раньше такой профессии, честно говоря, даже когда я начинал, никто не понимал. И я даже сам, что такое диджей? Вот. И я, когда изучал музыку в музыкальной школе по классу классической гитары, даже и не предполагал, что все это меня выведет в какую-то такую необычную профессию. А сейчас она уже очень даже, даже я сказал бы, перенасыщена диджеями, то есть во всем мире. Потому что, ну, относительно просто научиться этой профессии, да, но, знаете, это как играть в футбол. Футбол играть умеют многие, да, а очень... Что ты, особенно на диване, когда сидишь, и вот это вот... Да, разбираются, да. А вот играть хорошо, к сожалению, единицы. Вот так что я стараюсь играть хорошо. В музыке 8 лет, ну, профессионально, скажем так, а однако в футболе 20 пока все-таки еще футбол перевешивает, скажем так, именно профессионально. Да, да, конечно. Ну, можно сказать, что я одновременно начал заниматься музыкой во дворе. Я говорю, что ты и не прекращала ее с детства заниматься. Да, я в детстве занимался музыкой. Гитара была, да, а потом ты все время в наушниках, не зря же радистом тебя называли. Да, главный тренер сказал, блин, замучил этот радист, ходит постоянно в наушниках, да, это было в команде. Да, я ему даю команду, я ему делаю замечания, он все время в наушниках. Это, наверное, ужасно. Ну, скажи мне, пожалуйста, твое отношение... Давай сначала немножко про футбол, все-таки там 20, здесь 8 в музыке, остается очень мало времени до чемпионата мира. Ты бы хотел принять участие в нем? Если я скажу, что я... Нет, друзья, я давно убил в себя футболиста, я сейчас там музыкант, коммитатор и все, что вы перечислили. Я бы, конечно, слухавил. Убить в себе футболиста, наверное, как говорят, бывших военных не бывает, и бывших футболистов тоже. Вот сейчас мой сын, о котором, я надеюсь, мы поговорим чуть позже, старший, он тоже футболист. И сейчас я езжу с ним вот по командам, сейчас вот только вернулись с США, то есть мы с просмотра. Я прям вот, мне хотелось вот все бросить, и супруги даже наговариваю, я сейчас все брошу, я побегу тоже здесь, ну... Держите меня, 40 человек! Держите меня, такая хорошая погода, такое красивое поле, такое все небо голубое, хочу играть. Вот, конечно же, я тоже хочу участвовать в чемпионате мира, хотя в 43 уже поздновато. Хотя, знаете, вот в сборной Египта будет играть вратарь-капитан, который старше меня. Ну, во-первых, тебе никто не даст твой возраст, и поэтому ты ведь мог, мог в свое время взять и в паспорте поменять просто цифрки. Да, я об этом не подумал. Ну, к сожалению, не все так просто, и такие уникальные личности, как вот, допустим, вратарь сборной Египта, до такого возраста играть, ну, я, честно говоря, не представляю, потому что... Человек ли он, да, задаемся вопросом. Или это робот, или какие-то... Ну, потому что, ну, это все-таки такая амортизация организма все-таки, что это, ну, организм, ведь он иссякает свои ресурсы, да. Мои иссякли уже в 31 по большому счету, ну, скажем, ну, не повезло. Вот, хотя вот у меня вес игровой, я до сих пор с удовольствием в каких-то матчах принимаю участие, до сих пор я могу... Это ветеранских, да, так называемые? Да, ветеранских, конечно же, да. Ну, тут уже выдерживать нагрузки, к сожалению, врожденные какие-то проблемы не дают. Ну, скажи, победим мы всех? Вот когда меня спрашивают про чемпионат мира? Два слова. Ну что? Да, типа, как наши выступят на этом чемпионате мира? Конечно же, как всегда, типа, поедем раньше всех, билеты... Ну, то есть, могу сказать, что раньше всех мы не поедем, потому что, ну, хотя бы по той причине, что ехать никуда не нужно будет, мы можем остаться и смотреть чемпионат дальше. А если серьезно, я, конечно же, верю в то, что наша сборная решит задачу минимум, как минимум, этого выхода из группы, да. Да, у нас группа достаточно проходимая, то есть соперники нам по зубам, хотя можно сказать, что так практически всегда нам везет с соперниками. Даже на моем чемпионате мира, на котором я участвовал в 2002 году, у нас была отличная подборка команд. Бельгия, ну, нормально, средняя команда, да, то есть потом, кто у нас был еще? Тунис, по-моему, и Япония. Нам не повезло, что попала команда-хозяин, и сильно очень помогали судьи, там прям засудили нас жестко. Вот, Бельгия мы сами проиграли, Тунис мы обыграли, ну, в общем, мне повезло. И мы поехали домой из Японии тогда. Вот, я надеюсь, что все-таки эта сборная будет сильнее. Ну, нам в любом случае ехать никуда не надо будет, мы уже здесь. Да, да, можно сказать. Скажи, ну, все-таки вот эти вот слова, которые очень часто используют болельщики, комментаторы, тем более спортивные журналисты, родные стены, родные стены. Помогают ли они действительно спортсменам, эти родные стены? Родные стены, конечно. Ну, во-первых, это уже поле, опробованное, допустим, раз иду. Ну, сложно сказать, конечно, все стадионы новые, насколько будет знакомый, да, и помогут нам, действительно, это трава, травка, которая выросла у нас. Хотя, наверняка, траву привезли. Болельщики, прежде всего, то есть, когда ты играешь дома, у тебя есть преимущество в виде 12-го игрока. 12-й игрок — это всегда болельщики, хотя чемпионат мира все-таки неоднозначная ситуация. Большое количество уверен будет болельщиков у каждой сборной, и все будут наслаждаться нашей прекрасной страной. Этот самый 12-й игрок замечательный в виде болельщика, он, конечно, хороший, он помогает, когда команда блестяще играет. А если что-то пошло не так, то здесь, наверное, тот самый 12-й игрок, он становится, ну, очень обиженным, наверное, еще более резким, может быть, даже местами агрессивным. Здесь все в культура, культура болей не должна быть. Все-таки, конечно же, я патриот страны, сразу хочу сказать, что я очень люблю свою страну, но такая вот, допустим, история, как я сейчас проехался, опять же, по США и по тем видам спорта, которые сейчас у них самые популярные. Это американский футбол, хоккей и баскетбол. Да, что меня поразило, это культура боления. Да, культура боления такая, что команда, допустим, проигрывает в баскетболе 10 очков, либо в 3 шайбы проигрывают команды, но ни одного негативно настроенного болельщика не вижу. То есть все довольны, атмосфера такого большого позитива, наслаждения и всеобщего веселья. И вот прям хочется играть, и хочется вот победить, даже несмотря на такое отставание. То есть, ну вот, хотелось бы пожелать нашим болельщикам больше верить, доверять и поддерживать наших футболистов. Дорогой Руслан, я знаю, что нужно делать. Значит, к футбольной академии и школе вратарей нужно добавить просто еще академию болельника. Мне кажется, это очень хорошая история. Да, я даже примерно вижу, как это будет. Значит, усаживаю всех, то есть приходят ученики, я выдаю им по хот-догу, по бутылке напитка. Какого-нибудь не будем рекламировать никакой конкретно. Все, даже по чаю, да, как кофе у меня. И начинаем. То есть можно отработать прям абсолютно все реакции. Да, я играю, я беру мяч, играю очень плохо, отвратительно. И должен их радоваться и наслаждаться тем, что вы видите. И не кричать о том, что у тебя такая огромная зарплата, а ты вообще там не можешь два раза мяч набить. Я предлагаю сейчас запустить трек Руслана Легматулина. С удовольствием. Дип симфони. В общем, что это за история симфони? Да, оригинал это симфони, это мой самый успешный трек, который... С наградами все получили? С наградами, то есть было полтора года, он был в горячей ротации. Это все было в начале практически моей карьеры, в 2011 году. Да, конечно, у меня потом вышло много других. Треков, но перебить популярность, к сожалению, симфони я не смог. Это нормально, это уже твой хлеб, уже, в общем-то, все, она до конца жизни. Это моя визитная карточка. Да, я люблю фантепиано. Это такая примиксованная история, да, немножко? Да, то есть в симфони мы слушаем, то есть это как бы не оригинальная версия, а сейчас очень популярен стиль дип хаус, да, то есть вот в таком, скажем так, в диповом исполнении мы послушаем этот трек. Мы его слушаем, да, и смотрим тоже видео, очень красиво, хотя вот на оригинальную как раз композицию есть и клип, оригинальный клип, у тебя тоже достаточно. На официальном тюб-канале, Руслан, вы можете посмотреть, а в нашей программе сегодня тоже мы еще несколько клипов официальных обязательно посмотрим. Руслан, скажи, вот по поводу чемпионата, есть ли вероятность такая, что ты будешь там принимать участие как диджей? Подподобный опыт же есть у тебя уже, да? На матчах, правда, российского уровня. Да, на матчах российского чемпионата я уже участвовал, да, я в одно время практически так плотно перед каждым матчем московского «Спартака» выступал, но перед чемпионатом мира я ждал такого приглашения, честно говоря, не скрою, но не дождался. Как ты не выбежал на поле, я не понимаю. Да, не дождался, но вокруг чемпионата мира очень много мероприятий, да, то есть очень много запросов к моему директору по совместительству моей супруги поступает, и она четко отрабатывает, да, выстраивает уже график, как стать на чемпионаты мира, так что если чемпионат мира не посмотрю живьем, то обязательно на нем поработаю, к чему и готовлюсь. Готовишься каким образом? Сочиняешь новые композиции? У меня сейчас, до чемпионата мира еще есть время, я обещал сделать трек к чемпионату мира какой-нибудь, но это не будет официальным гимном, это будет просто трек, посвященный чемпионату мира, который я к чемпионату мира и допущу. Для автопати. Именно, да, именно для автопати, когда посмотрели, под культурой болений посмотрели футбол и в позитивном настроении, независимо от исхода матча сборной России, насладились автопати. Сколько времени у тебя заняло вот это вот перестроение, трансформация, скажем так, от футболиста до диджейнга? Сколько ты обучался? Ну, достаточно просто. У меня это все произошло, как бы музыку я в теории-то как бы понимал, да, то есть и понимаю, но нужно было именно технически подготовиться, то есть научиться водить треки, начать разбираться, ну, вот это, наверное, самое сложное было, начать разбираться в современной музыке, потому что, когда я приходил в ночной клуб раньше, будучи, допустим, и футболист, и мужик, когда закончил, прихожу, я даже не задумывался, откуда играет музыка, кто ее ставит. Она просто играет и играет, да. Вот, это потом я начал уже, что играет конкретно, что сейчас популярно, и как бы толпу не разогнать, а наоборот собрать, чтобы потом, потому что главное, допустим, для диджея, это когда ты выступил в одном месте, и чтобы тебя снова пригласили туда, а не так, чтобы вот он выступил и забыли про него, потому что это было ужасно. Вот. Так что нужно, ну, с возрастом я научился, то есть с опытом понимать публику, то есть понимать, потому что публика абсолютно разная может быть, может быть два, абсолютно два разных заведения, которые находятся рядом. В одном одно заходит, в другом не заходит. И вот, конечно, есть хиты, супер-хиты, которые, допустим, ну, там... Беспроигрышные варианты, так называемые, да. Беспроигрышные варианты ставишь везде, да, то есть они всегда работают, да. Ну, я вот с удовольствием, например, сейчас в своих сетах использую «Руки вверх». Беспроигрышные варианты для любой публики, да. На все времена уже музыка. На все времена группа. Так что и у них действительно замечательный, прекрасный репертуар и гастрольный график. До сих пор. Огромное количество городов ты уже объездил со своими сетами, да, там... И не только в нашей стране, но и за рубежом. Вот этот вот гастрольный график, плотный, насыщенный, он у тебя сразу появился? Или все происходило постепенно? Что помогло? Интернет? Я не знаю, люди, что... Как началось? Началось же как. То есть это спонтанное решение. То есть мне предложили в одном из ночных клубов опера. Он уже закрылся давно, сгорел. Сразу же на следующий... Не после твоего выступления? Через неделю. Через неделю. Ну, не будем связываться. Совпадение? Не думаю. Вот. По-моему, там должна была Ольга Бузова выступать, и вот не состоялось тогда выступление, но она все равно стала музыкантом и бьет рекорды. Но это отдельная тема. В следующий раз поговорим. Касаемо моего, да. Мне предложили, я подумал... Мне, естественно, предложили проимитировать. То есть никто не требовал от меня какого-то там, чтобы я пришел своими треками. Это ужасно. Это как в футболе, например, проимитировать можно. То есть я выйду на футбольное поле, допустим, и... Ты же ответственный человек. Да, я говорю, так, давайте возьмем паузу, дайте мне две недели, дайте мне учителя. И вот две недели я усердно занимался и с горем пополам выступил, то есть сам совершенно. Но я такой кайф испытал, толпа снова, то есть я так скучал уже по своему зрителю после футбол. Парел вот трибун. Да, да, к сожалению, мне этого все не хватало. Плюс я привык путешествовать, то есть каждую неделю это куда-то мы летим, новый матч, сборы, то есть мне вот этой движухи не хватало. Музыки, будто я снова это обрел, и мне это очень нравилось, начало нравиться. Через полтора месяца я поехал в первую свою гастроль, в город Калининград, и Калининград стал, наверное, моим самым часто посещаемым городом за эти восемь лет. Я там был уже восемь раз. Вот, следующий Новосибирск. И так-так вот порядка, наверное, 500 уже точек и набралось по всему миру. Ты очень четко отслеживаешь за реакцией в зале? Конечно. Смотришь на их глаза, на их движения, как они двигаются. Можешь ли ты по ходу изменить свои сеты? А знаете, музыканта любой, на любом уровне, даже это и тенор будет, и какой-то поп-король российский, он все равно всегда выглядывает в зал, ну что там. Все ли билеты проданы, все ли собрались, и как-то настроение у публики. Это, ну, без этого никуда. То есть если ты любишь свою профессию, ты любишь своего зрителя, и ты хочешь, чтобы их было много. Конечно же, я слежу, то есть я, допустим, мой сет длится полтора-два часа, я всегда взглядываюсь в лица, да. Допустим, ну бывает такое, вот я вижу, допустим, вот мои 500 человек, да, тысячи, пятьсот, неважно, там, десять тысяч, но вот я вижу свой костяк, который там, ну, вижу эйфорию в глазах, я кайфую. Все, вы уже одно целое, слились. И кто-нибудь одна такая, какая-нибудь такая вредная девчонка такая мне показывает. Вот так. Ты смотри, Каштар. И как мне в таких случаях поступать, не знаю. Но такое бывает. Ну, как бывает, один раз было. Прошлым летом, да. Я так думаю, у меня тысяч человек, да, то есть, ну, полный разрыв, то есть я сам в адреналине, и мне там показывают, рано радуешься, и показывают меня вот так. Ну, такие истории тоже случаются, но это забавно. Ну, мне кажется, что это было неискреннее. Или это для того, чтобы привлечь внимание, скорее всего? Это как бывает, ну, знаете, музыка, музыка, это такая штука, допустим, ну, сказать, музыка бывает или хорошая, или плохая, но тоже это неправильно сказать. Допустим, просто бывает, кто-то любит одно, кто-то любит другое, допустим. Я играл в одном стиле, то есть коммерческий хаос с элементами такого и дип хаоса, и биг рум, то есть это вот такое современное танцевальное направление. Ну, и в танцевальных направлениях все равно много есть андеграунд. Допустим, девушке вполне возможно это и нравится вот что-то такое особенно жесткое, особенно экстремальное, в которое я не играю. Ты посмотри, какая ведь запомнилась она теперь тебе. Да, запомнилась. Она, в общем-то, добилась своего, я думаю, чего хотела. Да, я обсуждал с супругой, думаю, что же это в таких случаях делать-то, когда тебя так показывают, потому что это меня так немножко так смутило. Вот сейчас я, зрители послушают и начнут так расставиться по углам, и начнут мне это маяковать. Нет, это не на твоих выступлениях, сто процентов. Да, у меня следующее сейчас вот связанное с выборами. Поеду в Екатеринбурге, буду играть на площади для уже вот поддержки. Для огромного количества людей, это уже площадь, да? Да, да, я очень люблю такие городские выступления. Ну, это большая честь, конечно, указанная такая история. И рад, что Екатеринбург отличный город, очень гостеприимный и интересный. Жалко, что, конечно, еще там прохладно на площади будет, но придется растопить лед. Да, конечно, и интенсивнее двигаться. Тем более, что ты танцуешь во время сетов, я видела на видео, ты двигаешься. Ой, знаете, это отдельная даже история. Вот меня часто спрашивают, как ты поддерживаешь форму. То есть вот я уже давно закончил, и многие мои коллеги набрали уже по 20-30 килограмм. Вот, а у меня тот же игровой вес. Вот я расскажу про выступление, допустим, вот на открытой площадке, где я активно двигаюсь вместе со своей публикой. У меня телефон был как-то в кармане, и там у меня автоматически срабатывает количество шагов, которые я прошел. И вот полтора часа выступления — 15 километров. То есть получается, что... Шикарно! Да, я напрыгал 15 километров. Так что вот, пожалуйста, бегайте по 15 километров, и все будет хорошо. Я предполагаю, что, скорее всего, конечно, ты переслушал огромное количество диджеев. Наверняка продолжаешь это делать. Или нет? Особенно в начале пути, конечно же. В начале, да? Да, в начале я не то, что выбирал кумиров, а, скорее так, присматривался к лучшим. Вот, и уже старался что-то у каждого, что-то взять для себя интересного. То есть, конечно, я когда учился. Сейчас я эту тему оставил, то есть практически ни на кого не обращаю внимания. Ну все, уже не у кого учиться. Не то, что я уже поп-король. Нет, учиться нужно всегда. Ну, корона у нас в гримёрке осталась просто, да. Учиться нужно всегда. Ну, и просто я это делаю уже, скажем так, не с точки зрения новичка. Ну, может быть, тогда классическая музыка может тебя вдохновить, и что-то оттуда почерпнуть можно? Обязательно, обязательно. То есть я играю в своих сетах обязательно Пятую симфонию в ремиксе, в своём, в таком эксклюзивном. И что я ещё играю? И щелкунчика. И всё время спрашиваю, угадайте мелодию. Что это? Кто это? Все понимают, что это классика, что это знакомое. И, скорее всего, никто не угадывает, да? Чаще нет, к сожалению. Скажи, а те люди, которые танцуют под твои сеты, они уже появились на свет, когда ты играл в футбол? Или всё-таки они позже явились на эту планету? Знаете, такая вот проблема, то что кто меня знает в футболе, не особенно любит танцевать. В силу того, что уже как бы возраста. Вот, наверное, то есть, ну, любит танцевать все. Ну, кто-то любит танцевать в душе, а кто-то ходит в ночные клубы. В ночные клубы, конечно же, ходит определённая возрастная категория, да? Так, возрастная категория, которая меня чисто физически просто не могла видеть. Поэтому часто я вот, допустим, не знаю, какой он был футболист, а он диджей ничего. Вот так как-то это всё происходит. Друзья, ну мы-то с вами знаем, какой он был и остаётся футболист, и какой диджей. Мы прерываемся совсем ненадолго, после чего продолжим общаться. У нас сегодня в гостях Руслан Нигматуллин. Будьте с нами. Да, друзья, у нас сегодня в гостях прославленный российский футболист, экс-голкипер сборной России по футболу, профессиональный диджей, основатель футбольной академии школы вратарителей, ведущий. Обо всех таких основных ипостасях нашего гостя мы обязательно ещё дальше поговорим, пока вот затронули только музыку и футбол, разумеется. Говорить мы с тобой начали активно про сеты твои, про музыкальную часть, про карьеру в диджейинге, и предлагаю запустить сейчас как раз твой трек «Дизайр». Руслан Нигматуллин, друзья, не только автор и диджей, но ещё и оператор, а также актёр, я так понимаю, в этой композиции. Кто на соседнем едет в транспорте? Просто сосед. А, просто сосед, нет, я думала, может быть, как раз... То есть здесь у меня в этом клипе использованы видеоматериалы, которые я снял в Казахстане, Каспийское море. Ух, какой молодец! Оно достаточно холодное, но была такая прекрасная погода, голубая вода, то есть грех было не воспользоваться. То есть сначала это я снимал просто для такого личного пользования, потом уже как бы набрав материал, я подумал, почему бы не использовать... Ты посмотрел на себя, всё-таки я здесь хорошо получился, почему это должно быть? Я показываю себя здесь со всех сторон, вот такой пляж там красивый. Замечательно, прям как будто курорт. Вот трек такой получился очень романтичный, плюс самая любимая фортепьяно. Любовь у тебя особая к этому инструменту, несмотря на то, что ты учился играть на гитаре. Я на гитаре, я очень жалею, что я вот не занимался именно фортепьяно. А что помешало? Проблема была купить инструмент или, ну, просто такая проблема во многих семьях была? Тогда... Не было любви к пианино. Тогда главная душа компании кто был? А, ну, конечно, очень мальчик, вот на гитаре, да. Популярность того времени, 80-е, это мужчина с гитарой наперевес. Это было круто, поэтому я, конечно, пошёл учиться именно гитаре. Но придя туда, я понял, что это совсем другая гитара. Там синтетические струны, и здесь не учат играть там охота на волков, а именно что-то такое испанское. Гаммы, аккорды ещё, это же всё точно очень течить. Да, я немножечко был, ну, продолжил обучение, да. Но сейчас при выборе моего младшего сына, выбора инструмента... Марсель занимается у тебя музыкой и как раз играет на фортепьяно. Но футболом он тоже немножко занимался? Всё, завязали, да. То есть он попробовал вначале, понял, папа, это не моё, хочу заниматься музыкой. Видишь ли ты в нём такую любовь к инструменту, какая у тебя? Вот он заканчивает уже музыкальную школу, то есть последний год музыкальной школы. Мы ещё его не слышим в твоих композициях? Нет, нет. У него какая премия по окончанию учебного заведения? Он получает в себе домашнюю студию, о которой он мечтает, чтобы тоже заниматься написанием музыки. Хороший подарок папа делает. Да. Надо как-то стимулировать детей. Во-первых, я предоставляю полную свободу выбора в любимом занятии, потому что мне дали такую свободу выбора родителей. Я немножко, конечно, скажем так, подошёл слишком с большим рвением к поиску, потому что перепробовал все виды спорта, которые были в шаговой и не шаговой доступности в городе Казани. Я перепробовал и хор, и перепробовал и музыку, и было много-много чего. Пока я вот с шести лет начал экспериментировать и добрался только в тринадцать лет в футбол. Это был хоккей, хоккей с мячом, хоккей с шайбой, это была лёгкая атлетика, лыжи, волейбол, баскетбол, вольная борьба. Но ты же хотел поступать в консерваторию. И хотел, да. То есть вот когда я занимался музыкой, то есть я себе выстраивал планы и считаю, что это правильным. И всем советую, друзья, обязательно стройте себе планы, долго идущие, долго... То есть смотрите всегда вперёд и обязательно записывайте. Это обязательно работает. А у Марселя есть желание продолжить свою жизнь, ну, в ногу с музыкой, наверное, как-то. Может быть, даже делать её основной профессией. Как раз мы здесь вот видим, это уже в Турции использованные кадры, да. Они не новые в силу того, что как бы дети уже подросли, да. Мой старший сын уже метр девяносто три и гораздо выше меня. А Марсель, Марсель, то есть у него как бы тоже серьёзные взгляды на музыку. А что получится, вот мы троём как раз плывём здесь. Ну, я думаю, что это наверняка не классическое исполнение. Это наверняка будет, наверное, что-то современное. Сейчас пока у него классические пьесы. Конечно, конечно, школа, понятно, надо базу получить. Там строго нельзя ничего другого нового изучать. Хотя мне интересно, чтобы он, например, симфонию мою переиграл. Да, он там что-то иногда пытается что-то переигрывать, переигрывать, да. Но им строго запрещают отвлекаться. То есть это такая серьёзная музыкальная школа. Не какая-то платная-платная репетитор, да. А вот именно школа музыкальная, в которой он занимается. Вот как он закончит, тогда я думаю, что он уже будет как-то экспериментировать. Ну, это вообще потрясающе. У тебя два сына, и они оба разделили две твои главные страсти жизни. Футбол и музыку. Марсель чётко выбрал для себя пока музыку. Ну да, забавно. Я думаю, что не за горами ваши уже и совместные какие-то проекты и поездки. Но Руслан, я так понимаю, в общем-то тоже уже всерьёз. Руслан Русланович. Да, он уже там 6-7 лет в футболе. Сейчас ему 17. Вот через месяц ему исполняется 18 лет. Он уже как бы готовится к самостоятельной спортивной жизни. А где он у тебя как раз обучался? Он половину своего футбольного образования занимался в Академии Локомотив Москва. А всё остальное время со мной прежде всего, то есть именно в моей школе в Артарее. И как бы вот 10 лет я принимаю непосредственное участие. Для чего и создавал и школу в Артарее, и футбольную академию. Для того, чтобы иметь возможность работать с ним. Потому что было желание у меня, допустим, помогать в Локомотиве, то есть тренирую его. Но получил закрытый доступ к тренировкам, потому что, видимо, как вы представляете, чтобы родители детей тренировали в Академии. Неважно, где вы, кто вы. Это мне моя бывшая команда так отвечает. Не знаем мы вас, то есть на поле вам нельзя. Пришлось действовать по-другому. Но ты уже рассказал о том, что была поездка в США, где вы показались. Да, если я правильно выражаюсь. И сам же ты написал собственноручно в социальных сетях своих, что получили несколько предложений. Будем думать. Многоточие. Да. То есть есть вероятность, что возможно... Сохраню интригу, потому что да, то есть... Руслан Русланович отправится в Соединенные Штаты. Хотим пойти таким путем. К сожалению, то есть вот, опять же, являясь патриотом своей страны, скажу, как бы, есть такой недостаток. При выборе профессиональной карьеры спортсмена ты выбираешь или спорт, или образование. Совмещать серьезное образование не получается. Поэтому мы хотим попробовать совмещать образование в университете, в иностранном, и игру в футбол. Тем самым так строю карьеру. Предполагаешь ли ты, что тебе придется уехать вместе с ним? Или, может быть, даже всей семьей перебраться? В таком случае, если все сложится. Пригодился там, где родился, как говорится. Да, вся работа все-таки у меня здесь. Просто у тебя будет побольше выступлений, наверное, там. Уезд на постоянное место жительства пока не планирую. Ну, скажи мне, пожалуйста, Руслан Русланович, я так понимаю, все-таки он выбрал для себя главные профессии жизни. Ну и, значит, соответственно, хочется играть, хочется забивать голы и такому международному вратарь. Ну, разумеется. Да, да, да. Руслан Русланович вратарь, конечно. Да. Конечно, ему хотелось бы, да. Ну, а папе хочется тоже. Какого пути сыну? Ну, как говорят родители, отцы, прежде всего, хотят и видят в своих детях реализацию того, что им не удалось реализовать в своей жизни, да, то есть чего недореализовано, допустим. Конечно же, я хотел, чтобы он стал самым лучшим в мире. Ну, на сегодняшний день он уже лучше тебя? Он лучше меня в том возрасте, в котором я был, допустим. То есть, ну, у него более интересные физические данные получились, да, то есть он гораздо мощнее, выше меня, то есть физически крепче. Вот, так что в этом плане да. Но это всего лишь самое начало, и сказать сейчас я, никто не возьмется. Вот, как бы он выглядит перспективным, а дальше уже все зависит от того, как он будет много работать над собой. Ну, и ведь еще удача здесь тоже большое значение имеет. Да, удача это обязательно, без удачи в профессиональном спорте, к сожалению, ничего не добьешься. Конечно же, нужно постараться избежать травм, вот, это тоже удача. Плюс нужно, чтобы повезло с людьми, с которыми ты будешь работать, которые будут заработать над твоим развитием. Потому что я уже все, я свою миссию, кажется, исполнил, сейчас я его передаю в другие руки, и, конечно, то есть и при выборе нового места я, конечно же, смотрю, куда, чего, и кто будет с ним работать. Для меня это очень важный момент. Руслан, и ты передаешь в другие руки, а в твои руки все больше и больше идут другие подрастающие голкиперы. Школа вратарей Руслана Никматулина, да. Футбольная академия и школа вратарей. Это разные абсолютно, да? Абсолютно. Образовательные системы. Школа вратарей еще существует? Школа вратарей существует в Москве, где я, ну, сейчас, в силу занятости я преподаю раз в неделю в одном из манежей в Москве, да, то есть, ну, кто-то, допустим, если пользуясь случаем захочет позаниматься у меня, то есть всегда можно в сети найти. Школа вратарей Руслана Никматулина, конечно, есть контакт, которым можно позвонить, все, получить полную информацию. Да, то есть детишки от 7 до 17-18 лет занимаются у меня, то есть они все занимаются в своих академиях и ко мне ходят как к репетитору, да, то есть многие уже у меня занимаются практически с основания, то есть это, ну, лет 5, наверное, да, у меня уже существует это. Я открывал филиалы в Казани, в Екатеринбурге, в Краснодаре, но в силу того, что все-таки это дело такое, что его нужно контролировать самому постоянно и самому заниматься, то есть я сократил все филиалы и в данном случае его, то есть сконцентрировался только на московском. А футбольная академия? Футбольная академия Руслана Никматулина, это тоже отдельный проект, который базируется у меня летом на турецком побережье, то есть это проект трехмесячный, то есть определенный такой кемп, да, то есть лагерь, как вот, в который, ну, каждый год у меня отели меняются. В прошлом году были два отеля, в этом году сейчас тоже идет подготовка к подписанию контракта, то есть дети с родителем приезжают в отель, отдыхают. Дети тренируются с утра до ночи, родители отдыхают. Да, дети тренируются два раза в день, да, идеальный вариант, прекрасная погода, прекрасные поля, так что... Но ты тоже тренируешь там, да? Я обязательно тренирую, плюс у меня в чем фишка, у меня все время, там раз в две недели кто-то приезжает из известных футболистов, которые проводят свой мастер-класс, то есть вот, допустим, нынешний главный тренер Ростова, Валерий Георгиевич Карпин, то есть две недели отлично потренировал и поработал с детишками, и я даже смею предположить, что именно работа в моей академии стала для него трамплином, чтобы стать тренером в премьер-лиге сейчас. Вот так, друзья, у нас сейчас на очереди «Follow Me», следующий трек Руслана Нигматулина и видео. Запускаем, слушаем, смотрим. Да, тоже полностью авторский клип, можно сказать, то есть так же снимал я, монтировал я, то есть, ну и музыка, опять же, фортепиано, плюс дип-хаус, все это такое очень романтическое, а снимал это все я в Арабских Эмиратах. Руслан, трехкратный чемпион России, да? Я сейчас твои титулы перечисляю. Двукратный обладатель Кубка России, лучший вратарь России, далее лучший футбол России было время, лучший спортсмен, ну, понятно, участник чемпионата мира также. Вот если говорить о музыке, о диджейинге, здесь какого звания хочется получить? У нас существует вообще какое-то? Или просто лучший диджейинг? А вот с детства, конечно, то есть вот, наверное, что было и является для меня главной движущей силой внутренней во всех моих проектах, это страсть к достижению успеха, то есть стать лучшим, взобраться на эту вершину, стать царем горы, да? Ну, наверное, может быть, это как-то, наверное, нескромно, но мне хотелось всегда стать лучшим, да, вот я хотел везде стать генералом. Классно, мне нравится ваша, ваш ход мыслей, да. Диджейинге я тоже хочу стать генералом, но в 2015, вот, по-моему, или в 2016 меня номинировали в Кремле на лучшего диджея, вот, то есть на генерала, и, в общем, так осталось в полковниках, я остался, то есть генерала не стал. Ну, с другой стороны, 8 лет это еще немного, абсолютно, да, это, наверное, такая, да, это хорошая база, это достаточно времени, но бывают истории, когда люди к успеху идут, ну, и 10, и 15 лет, так что я думаю, что у тебя все, конечно, еще, безусловно, все впереди. Семья твоя замечательная, опять на кадрах, очень красивая. Да, я люблю свою семью очень сильно. Это прекрасно. Тем более, что уже это делаешь 22 года. Да, в этом году будет 22 года нашего знакомства с моей супругой Еленой, вот. Очень красиво, ты ее называешь «Моя принцесса», в социальных сетях, фотографии. Это, конечно, очень красивая история, удивительная, слава богу, что она такая существует, эта история, ведь в вашей счастливой, дружной семье. Скажи мне, пожалуйста, Лена, за эти 22 года, ну, конечно, она всегда с тобой была, разумеется, на всех этапах, но были ли моменты, где она, может быть, ну, говорит, Руслан, может быть, не надо вот это вот, вот зачем тебе музыка, или давай лучше футбол. Чаще всего она говорила «не надо», когда про те проекты, которые у меня провалились. Все-таки надо было слушать ее всегда. Конечно, конечно, конечно. Я надеюсь, ты больше не допускаешь такого. Ну, раньше я все-таки был такой сексист, что ли, да. Я говорил, молчи, женщина, я мужчина, я знаю, что надо делать, и все такое. Да, сейчас она стала моим директором, и, конечно, все проекты мы обсуждаем. Вот, кстати, мы на видео сейчас тренируемся здесь с сыном, да, это в Эмиратах мы были на турнире. Вот, и, конечно, я решил вставить это в клип. Лена стала твоим директором. Да, стала моим директором. Она же окончила школу по дизайну, занималась интерьерами. Да, у нее своя компания, леди дизайн. Да, да, то есть она... Сейчас все-таки больше, конечно, она внимания уделяет именно работе со мной, вот, но ведет все равно несколько проектов, а так очень много. Была такая, в одно время даже была задница еще года два назад, когда я вообще ее дома не видел. То есть раньше я была... Поменялись ролями. Да, поменялись. Вот, но работала она, стоит признать, очень хорошо, красивые очень интерьеры, и на самом деле очень выгодно иметь жену дизайнера. То есть я вообще... То есть я пришел, вот, купив квартиру новую, я пришел, вначале посмотрел, схватился за голову, сколько здесь работы, и пришел только в конце уже насладиться плодами. Скажи, пожалуйста, жена дизайнер и жена твой собственный директор. Это две большие разницы? Знаете, все, кажется, все деньги в семью, по-первых. Но в взаимоотношениях здесь все равно какие-то моменты возникать. Спорим, да, то есть спорим, там, по гонорарам бывает спорим. Я говорю, нет, вот, давай, ну, можно же подешевле. Она говорит, нет. А кто лучше будет ценить тебя, чем твоя супруга? То есть, допустим, при работе, не хочу никого, как бы, обижать, но при работе с предыдущими директорами, скажем, бывали. Они дешевили, лишь бы вот продать. Да, потому что брали за счет количества, да, допустим, моему директору предыдущего, могло быть, там, 10-20 артистов. А у супруги один, и нужно его продать как можно лучше. Вот, и как бы, и качество больше стало, вот, в работе с супругой, скажем так. Я думаю, что касается поклонниц, то, наверное, супруга, поскольку она с тобой с самого начала твоей карьеры, и, конечно, и взлета в том числе, то она уже, наверное, прошла эту самую стадию ревности, какое-то, может быть, недоверие, сомнение. Я думаю, что одна из... Сейчас ты поклонниц, у тебя тоже очень много уже, как у диджея. И одна из таких лучших, хороших качеств, благодаря которым, наверное, мы вместе, отсутствие ревности со стороны моей супруги. Ну, во-первых, я стараюсь, конечно же, не давать повода, это раз. А во-вторых, ревность, она, конечно же, разрушает брак, если что-то там беспричинное, то есть, сейчас перечислять не хочу, про взаимоважение и все прочее, прочее, любовь и доверие, да. Вот, я, кстати, я был ревнивый. Одно время это был кошмар, да, то есть, я прямо не люблю себя той поры, потому что вспоминаю, как я ревниновал на пустом месте, это плохо. Это не работает на улучшение, крепление отношений. Вот, а супруга отлично, отлично все. То есть, она спокойно относится к тому, что я после поступления фотографируюсь, ко мне подходит там, иногда расписываюсь на самых необычных местах. Ну, это, скажем так, часть профессии. А что делать? Конечно. Скажи, на некоторых треках... Просто бумажки какой-то не бывает, мне на салфетке же приходится расписываться в разных местах. Ну, что откроют тебя, собственно, на том и приходится расписываться. На некоторых треках я видела, что ты подписан как нигматико. Нигматика. Нигматика. Это что, были поиски? Это был музыкальный эксперимент. То есть, я как бы хотел выпустить отдельный проект. Ну, такое делают диджеи, да. Иногда они, допустим, один и тот же человек выпускают музыку под разными именами, да. Как вот, например, ну, если рэперов проводит Баста Нагана, да, то есть два проекта разных. То же самое, я, то есть, выпускал более такую жесткую музыку. Хотел, то есть, это была в то время, она достаточно популярная, набирала обороты, но этот съехал это направление и отказался от проекта нигматика. Хотя, звучало красиво. Звучало красиво, я с тобой согласна, абсолютно. Друзья, оставайтесь, пожалуйста, с нами. У нас через некоторое время будет еще один трек Руслана Нигматулина. Это уже такой, наверное, эксперимент, что ли, да, если можно сказать, или сотрудничество с вокалом? Ну, я время от времени, да, экспериментирую с вокалистами, да, то есть, я больше люблю все-таки такое, авторское, инструментальное. Ну, с вокалом треки выпускать тоже нужно, да. С девушкой, с певицей из Санкт-Петербурга, Тианой, у меня такой был взаимно такой интересный проект. Да, это уже было, наверное, лет пять назад, но интересный клип, профессиональный и трек такой. Там в то время было достаточно. Подобная история происходит каким образом, когда сотрудничество возникает? Ты кому-то обращаешься или к тебе уже? Чаще, ну, по-разному бывает. Кто-то обращается непосредственно ко мне, Тиане, по-моему, и я предложил, да. То есть, последний, кто-то скажет крайний, а последний именно... Мы же говорим, мы правильно, мы же грамотные люди. Мы говорим последний, вот который проект у меня был совместный, и трек, который я делал, это с группой «Интонация». По-моему, получилось вообще очень здорово. Жалко, что я не снял клип, как-то до клипа мы не дошли. Трек получился очень такой бодрый. И ребята написали прекрасные слова, и я музыку, и вот... Так что послушайте «Интонация». Да, можно найти в интернете. Современный, совместный трек с «Интонацией». Очень хочется узнать, как происходит этот самый момент, ну, не знаю, сочинения, да, подготовки сета. Где это происходит? Дома у тебя студия находится? Что нужно? Нужно ли особо время какое-то? Состояние души, здоровье, не знаю, настроение, времени суток, возможно, или какое-то конкретное расписание просто вот по средам и пятницам я работаю с 12 до 5 в студии. Музыка — это творческий процесс, конечно же, то есть создание абсолютно творческое, то есть это должно быть вдохновение определенное, то есть сначала рождалась какая-то мелодия, вот, а потом уже, как говорится, все остальное — аранжировка и технические такие моменты. Что сказать, вот в последнее время, в силу того, что очень много проектов я сейчас веду, плюс вот это развиваю направление ведущего, то есть вдохновение посещает реже, то есть признаюсь и приходится, знаете, этот вопрос часто отвечать сейчас в личных сообщениях от людей, которых приучил, к постоянным новинкам. Вот, будет обязательно, вот постараюсь к чемпионату мира сделать что-то красивое, может быть, с вокалом, скорее всего, без, но, опять же, с футбольным настроением. Одно радует, что недолго уже осталось ждать, потому что, ну, буквально пару месяцев, я думаю, трек уже должен непременно в сети появиться, да. А мы прервемся ненадолго совсем, друзья, очень скоро продолжим общаться с Русланом Нигматулиным. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. А Руслан Нигматуллин сегодня у нас в гостях в программе осталось совсем немножко времени. Мы и про футбол, мы и про музыку, мы и про семью, и, конечно, не можем не поговорить про телевидение. Тем более, что на сегодняшний день это уже такая тоже значимая часть в жизни и в профессиональной деятельности. Руслана. До этого это были просто комментарии, ну, говорю просто, потому что, в общем, для тебя, наверное, это более близко, да, скажем так, наверное. А на сегодняшний день ты являешься уже телеведущим программы, давай расскажем, где телеканал «Звезда», как называется? Телеканал «Звезда», программа называется «Легенды спорта» с Русланом Нигматулиным, да. Это, конечно же, определенная была такая реализация тоже мечт детских, работать на телевидении, быть телеведущим, иметь свою программу. И в консерваторию поступить, сколько же мечта в твоей голове. Ну, нет, я еще актером хотел стать, но так реализовался пока не до конца. Есть роли, есть же роли в кино. Есть, есть, и в сериалах, и вот фильм был «Коробка». В прошлом году он прямо очень хорошо прошел по стране, где я играл роль тренера. Да, ну, в принципе, знакомую роль играл, да. Ну, начинать можно с таких ролей, конечно. Итак, телевидение. Ты на сегодняшний день принимаешь участие, не знаю, может быть, редактируешь в создании программы, или только, как это называется, «Говорящая голова». Ну, всех секретов телевидения раскрывать не буду, вот, про то, что я «Говорящая голова» именно в этой программе. Но, скажем так, это очень, создание телепрограммы очень сложный процесс, вот, в котором я являюсь одним мысль, то есть создатель этой программы, и, скажем так, ну, и, конечно, лицо этого проекта. Ну, понятно, что футбол твоя тема, тебе очень интересно, но если далее последуют какие-то предложения, которые, может быть, даже и со спортом-то не связаны, посмотрим ток-шоу, какие-нибудь бытовые семейные темы, кулинарные и так далее программы, что могло бы быть тебе интересным? Я очень люблю готовить, во-первых. Сейчас хочется сразу вспомнить про генерала. То есть, занимаясь этой профессией, я также хочу стать генералом этой профессии. Ну, очень хочется пожелать тебе удачи. Телевидение, опять-таки, это тоже еще не последнее абсолютно место, где ты хочешь стать генералом. Дальше следует ведущий мероприятий. Да, ведущий мероприятий, ну, скажем так, это уже направление вовсю у меня идет. Я также работаю, ну, не знаю, как свадьбы. Вот, конечно, у меня есть в моем сундучке классные конкурсы. Пару сценариев. Ведущий, хорошие конкурсы, неплохие. Это тоже можно сказать про меня, да. Но, скажем так, больше все-таки это такие официальные мероприятия. Сейчас особенно это связано, конечно же, в преддверии чемпионата мира, вот, где я специально, то есть я к этой, конечно, профессии тоже готовился. Я понимаю, что музыка и скакание в ночных клубах это одно, ну, и что-то нужно будет себе и готовить уже, и продолжение, то есть работая на сцене немножечко уже в другом виде, поэтому я более серьезно к этой роли стал подходить. Дорогой Руслан, что я тебе хочу сказать. Никакой ты не генерал, генераль, что ты стремишься. Ты стремишься, я вообще, к званию властелин, потому что, чтобы куда бы ни включили, чтобы не включили, куда бы ни пришли, вести будешь ты. То, как ты ведущий, здесь ведущие мероприятия, здесь ты ночью даже в клубе тебя найдешь, на спортивных мероприятиях, как комментаторы и так далее и тому подобное. И мастер-класс футбольный проведу. Единственное, вот, будьте уверены, где вы меня не увидите, это в политике. Однако, может быть, не зарекаться лучше? Нет. Не твоем? Не знаю, да, мне уже много раз спрашивали, может быть, вот в эту партию мы тебя там ждем, будешь этим сидеть, на телефоне играть во время заседания в Государственной Думе. Просто сиди красиво и все. Но нет, нет, вот не интересует это меня, то есть в этом себя не вижу, нет, не в том, что я не вижу себя в том, что я смогу в этой роли быть полезным для общества. Поэтому туда не пойду. Друзья, вот на ваших экранах сейчас и в ваших приемниках как раз очередной трек Руслана Нигматулина, диджея. Хочется очень пожелать тебе успехов, конечно, и в музыке, новых классных качевых треков, тем более впереди лето, весна, лето. Спасибо, спасибо. Кстати, попрошу не путать, что это не моя супруга, это девушка-модель, да, с которой у нас тут роман. Да, даже мысли к таким нет, даже видно, что это не она. Ну, мало ли, да, начнут таким, да, все, все может быть, конечно, где-то приписывать начнут и так далее. Здесь все прекрасно. Скажи мне, пожалуйста, еще такую историю. Что касается твоей работы на телевидении и программы «Легенд о футболе», о себе ты уже рассказывал? Нет, нет. Планируется ли рассказ о себе? Ну, для этого они должны, наверное, временно выбрать какого-то другого ведущего, потому что рассказывать о себе как-то нескромно. Лучше я это отдам на, например, страна FM-телеканал. Мы с удовольствием, собственно, почему мы тебя и пригласили, и почему попытались максимально затронуть, наверное, все твои грани. Спасибо тебе огромное за твой визит к нам. Хочется пожелать еще раз тебе успехов и в творчестве, и в телевидении, ну и, конечно, в развитии твоей футбольной академии, школы вратарей, ну и ребятам твоим, потому что у них, наверное, этап, у тебя уже более-менее все ясно-понятно, у них-то начинается такой этап становления, этапы поисков где-то, может быть, и сомнений, впереди все. Только самое интересное и необходимое. Хочу, чтобы ты тоже пожелал что-то, наверное, ну, во-первых, может быть, болельщикам, опять-таки, постараемся их научить правильно реагировать, ну и вообще зрителям и слушателям страны FM. Спасибо за пожелания, во-первых, которые были высказаны в мой адрес, очень приятно, я очень попытаюсь все это реализовать. Ну и в свою очередь хочу пожелать, естественно, в год чемпионата мира, в год действительно грандиозного события для нашей страны, получить массу, массу приятных, позитивных впечатлений от данного мероприятия и будьте здоровы. Спасибо тебе еще раз большое. Руслан Нигматуллин, друзья, прославленный российский футболист, диджей, основатель футбольной академии Школы Братарей, телеведущий. Подписывайтесь на социальные сети Руслана, узнавайте, следите за жизнью. Спасибо огромное. Лучшее в стране.